Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Соответственно, снова мы с вами на финансовых площадках, чтобы продолжать следить за новостным фундаментальным фоном, чтобы подтверждать, либо несколько пересматривать горизонты, собственно, нашего видения по наиболее, на мой взгляд, сейчас перспективным валютным парам. Набор для анализа у нас традиционный. Есть те инструменты, с которых мы открываем каждый брифинг. Я думаю, что сегодня мы не будем нарушать уже несколько лет тот сценарий, который мы удерживаемся в такой летний период времени. Если говорить про котировки нефти, то здесь, конечно же, настроение уже получше, чем, как мы говорили вчера, то есть мы сейчас констатируем уже локальный откат. То есть клоус вчерашнего дня 49.01, сейчас котировки даже еще 48.84. Хорошо, что бренд не забрался выше 50 долларов за баррель, потому что если бы это случилось, было бы, конечно же, страшновато. Потому что мы понимаем то, что в основу того ралли, которое наблюдалось, вот последние несколько дней легли исключительно спекулятивные настроения, ожидания того, что очень важное, ключевое событие для всего рынка иных ресурсов во встрече нефтелебывающих стран 30 ноября в Вене может быть, собственно, завершено конкретной сделкой по ограничению, либо заморозке добычи на текущих уровнях. Напоминаю то, что, может быть, этот фундамент уже надоел всем. Мне лично точно надоел, потому что мы не можем переключиться на те новостные события, которые традиционно обычно оказывали на оповедение нефти большее влияние, нежели чем сейчас. Потому что понимаем, что на рынке есть потенциальный корс-мажор. И то, что сейчас именно вот этой встрече отводится наибольшее внимание со стороны трейдеров, это совершенно очевидно, потому что мы видим, как в целом новостная картина не меняется, но стоит только на рынке объявиться какому-то комментарию, а слуху по поводу исхода предстоящей встречи как рынок тут же приходит в движение, ну, соответственно, либо увеличивается оптимистичное настроение, либо растет схепсис по поводу вот этих потенциальных договоренностей. Но ждать осталось недолго. Уже событие совсем скоро состоится, на следующей неделе, в среду, 30 ноября. Как только мы его переживем, соответственно, будем уделять большее внимание регулярным, локальным отчетам и постараемся, как косочно, наверное, быть более позиционными трейдерами в отношении позиций как бренда, так и WT. Говоря про то, что происходит с нефтью, напомню, что факторы поддержки, которые, собственно, и стали стимулом для активизации покупок бренда в начале этой недели, это попытки нефтедобывающих стран в рамках ближневосточного картеля предоставить разногласия, которые действуют в рамках этого объединения, чтобы уже 30 ноября приехать на сделку и указать, скажем, тем странам, которые не входят в этот ОПЕК, показать, что вот мы готовы солидарным решением ограничивать производство, теперь дело за вами. ОПЕК, ну, по крайней мере, нам так говорят, старается найти этот общий знаменатель, но ничего не выходит. Не получилось это сделать несколько месяцев назад, не получилось это сделать месяц назад, три недели назад, две недели назад, неделю, я не думаю, что что-то изменится вот за несколько дней, которые остались буквально до самого заседания, собственно, ближневосточного картеля, встречи с долгожданной, в том числе и с представителями России. Если говорить про другие факторы поддержки, ну, вы помните, мы сделали акцент на комментарии Владимира Путина, который обозначил высокую вероятность и веру в то, что все-таки какое-то решение будет озвучено, но сразу стали копать дальше, поскольку понимаем, что текущие объемы добычи, они гораздо выше, чем та планка по диапазону добычи, которую предполагают обсудить, и 33,83 миллиона баррелей в сутки, это очень много, чтобы с таким объемом пытаться разрешить ситуацию, не было приятную, собственно, которая сложилась в плане перекоса между спросом и предложением. Конечно же, нужно, чтобы добыча была на, как минимум, миллион баррелей в сутки меньше, но этого сейчас не происходит. И тот факт, что Саудовская Аравия и в целом ОПЕК не смог, собственно, найти общий язык, это явное доказательство того, что такой позиции не будет и дальше. Это явное доказательство того, что регион не хочет организации следовать делам за словом, и невозможность все-таки действительно принять солидарную позицию по ограничению добычи, это то, что позволяет нам, как и раньше, рассматривать все-таки нефть с долгосрочным уклоном, конечно же, в качестве актива, который имеет очень значительный потенциал для коррекции. Мы понимаем то, что ОПЕК не соблюдают квоты, это действительно так, поэтому сам факт вот таких реалий уже снижает доверие к любой сделке, и, может быть, является таким предвестником того, что каких-либо эффективных решений в принципе не будет. То есть, если даже стороны договорятся, условия сделки вряд ли будут соблюдаться. А в связи с этим скепсис по поводу того, что итоги могут быть положительными этой встречи, все равно присутствуют, и я надеюсь, что трейдеры, которые присоединились к моей позиции о том, что бренд остается ауксандером, они по-прежнему не изменяют такому вот объединению рынка. Вчерашний комментарий ОПЕК о том, что основная позиция, которая будет озвучена в рамках предстоящей встречи, это потенциальная коррекция и снижение производства целым рядом, собственно, регионов на 4,5%. Это очень много. Я думаю, что Ирак и Иран точно не смогут позволить себе остоль серьезного ограничения добычи. И за последние месяцы они так и не смогли выхлопотать для себя условия, какие-то отдельные, обособленные от всех, которые позволили бы им пойти, собственно, на эту сделку. То есть, они ограничивают добычу сейчас вряд ли будут. Ну и Россия также уже отметила. Если ограничение добычи не последует со стороны организации ОПЕК, соответственно, и Россия также не будет тянуть вот этот ВОЗ лямку от нас за всех и брать на себя ответственность за потенциальную стабилизацию цен на энергоносители. Даже несмотря на то, что Россия может быть сейчас одна из немногих экономик, которые прям искренне заинтересованы в очень высоких ценах на них. Но как бы то ни было, есть еще позиция все-таки единства, есть еще позиция солидарности. И только в том случае, если это решение будет поддержано всеми, да, мы с вами увидим о снижении объема добычи. Но вероятность этого, наверное, меньше 1%. Вчера еще вышел отчет по АПИ по запасам нефти. Мы с вами настраивались на то, что запасы могут вырасти. Фактическая цифра немножко иная. Запасы снизились на 1,2 миллиона, с прошлого 3,6 миллиона. Но это не такое уж серьезное сокращение, оно точно не комментирует тот рост, который мы с вами наблюдали в последние недели. И к тому же это отчет американского института нефти. Сегодня у нас официальная статистика от Минэнерго, параллельно с статистикой по запасам у нас выдают данные по объемам добычи. Поскольку мы с вами наблюдаем уже которую неделю подряд серьезный прирост количества нефтиных платформ США, можем говорить о том, что добыча, скорее всего, также полномерно должна расти. Поэтому сегодня, как только выйдет этот отчет, мы реакцию тут же увидим рынка на публикацию этих данных. Завтра в ходе брифинга подведем итоги этого релиза. Я надеюсь, что мы сможем получить поддержку для нашей коллекционной идеи. Я надеюсь, что тот разворот, который мы вчера наблюдали, и, соответственно, сохранение понижательной тенденции, разворачивающейся сегодня на азиатской торговой сессии, это то, что полномерно снова вернет бренда к 45 долларам за баррель, которого мы должны оттолкнуться, чтобы сходить еще ниже. И очень большую ставку я делаю на американца, который вроде бы как оклемался. Если анализировать вчерашний день, особенно против иены. И вроде бы как готов пойти дальше на более высокие ценовые значения, соответственно, оказывая логичное давление на стоимости товарного сырья, которое номинировано как раз в американской валюте. Продолжим следить за новостным фоном, который складывается вокруг предстоящей встречи ОПЕК. Ждем статистики от Минэнерго и ждем поддержки для ослабления позиций энергоресурсов. Рубль против американцев 63.72. Ничего не меняется. Рубль также, как и мы, следит за нефтью, понимая то, что это определяющий фактор. Если мы с вами уже отметили возможность сохранения коррекции, я думаю, что при реализации этого сценария сможем до конца этой недели все-таки снова пробраться выше 64 против американцев. Евро против доллара сейчас котируется на отметке 1.0628. В целом можно сказать то, что евро, может быть, и неплохо начало эту неделю. Но вот во вторник сохранить лидерство против американцев ей не удалось. Почему? Потому что в игру снова выступил сильный доллар, который уже фактически предвкушает повышение процентной ставки, которое мы с вами ожидаем в середине декабря со стороны ФРС. Фискальная политика Трампа, которая очень важная здесь замечательно, будет реализовываться в условиях полной занятости в экономике. Я уверен и не сомневаюсь в том, что позволит американцу переписать локальные максимумы против своих основных конкурентов. И если развивать эту тему, анализировать ее, то есть мы с вами уже делали акцент на это, ожидание роста инфляции вкупе с сильными макроэкономическими данными, вкупе с, соответственно, комментариями, которые мы слышали со стороны госпожи Елен на прошлой неделе, и все это заставляет расти доходность американских бумаг. Рост трежерис, как следствие, опять же, отражающего рыночное настроение, это еще одно подтверждение того, что американская экономика в одном шаге от того, чтобы столкнуться со следующим этапом повышения процентных ставок. Ну и ФРС, соответственно, уже готов принять это решение. Я думаю, что вряд ли что-то изменится, вряд ли случится какой-то форс-мажор, который заставит американский регулятор снова тянуть резину и отложить это решение на 2017 год. Отмечу сейчас то, что для ФРС дата, вот эта сакральная, 14 декабря, когда состоится заседание, когда мы с вами ожидаем повышения на 25 байсных пунктов как о сочных ставках по федеральным андам. И до этого еще, если разбирать пару евро-долларов, нас интересует, конечно же, то, что происходит в рамках европейского регулятора. У нас заседание ЕЦБ. Вчера я говорил про 4 декабря, прошу прощения, я говорился, потому что приходится в моменте держать очень много дат, которые посвящены важным событиям на финансовых рынках. 4 декабря, по-моему, даже выходной день, конечно же, не будет заседания ЕЦБ, в этот день состоится референдум, будет так. А вот заседание ЕЦБ пройдет 8 декабря, то есть до того, как отличиться на ФРС. И мы уже настраиваемся на то, что текущие экономические реалии могут стать причиной, из-за которых Европейский Центральный Банк как минимум продлит действие программы количественного смягчения за пределы марта 2017 года. Это серьезный экономический стимул. И вчера в ходе своего выступления представитель Европейского Центрального Банка ВИСКО, который вот несколько лет назад был одним из первых лоббистов идеи сверхагрессивного стимулирования, дал понять то, что из-за крайне низких значений инфляции действительно ЕЦБ даже не задумывается о том, чтобы выйти из текущих стимулов, чтобы свернуть программу количественного смягчения, изменить ассортимент покупаемых облигаций. Нет. Напротив, Европейский Центральный Банк пытается найти лазейку, пытается лавировать между теми арчагами, которые сейчас можно еще двигать в рамках тех стимулов, которые приняты. И как раз следующим изменением и действием, которые мы можем наблюдать со стороны ЕЦБ, как раз станет продление действия программы QE. Если вернуться, опять же, к перспективам ожиданий ЕЦБ и ФРС, получается то, что ЕЦБ стимулирует, ФРС ужесточает. Наш старый добрый посыл из-за контраста монетарных политиков сейчас прямо обретает новую жизнь, потому что, наверное, он не был столь ярко выраженным, как сейчас. И мы входим в декабрь месяц и ждем столь влажные макроэкономические события, которые будут, по сути, начинать в декабре и замыкать в целом 2016 год. Если отойти от монетарной и экономической политики и обратить внимание на другой такой пласт фундаментальных событий по еврозоне, здесь очень много политических аспектов. Во-первых, у нас референдум, как я уже отметил, еще даже до заседания Европейского центрального банка и до заседания ФРС в Италии, где при, опять же, положительном исходе, то есть при всеобщем одобрении, мы можем увидеть полное переначивание политической системы, которая будет касаться порядка формирования Сената и заканчивая контрольные функции, полномочия и источников финансирования. Считается то, что если этот референдум будет, то есть большинство выскажется за необходимость внесения этих законодательных правов, то они повысят стабильность финансовой системы для евро. Это может быть положительный момент. Но если мы сейчас посмотрим на предварительные опросы общественного мнения, все-таки больше сейчас в перевес пользы тех, кто будет голосовать за отсутствие, скажем, каких-либо конституционных изменений. Но сейчас происходит все самое непредвиденное. Собственно, ситуация с Брэнзитом и с Трампом этому явное доказательство. Мы продолжим следить за этим событием, понимая то, что решение может быть любым. И, наверное, как и любое решение, которое касается, даже вот изначально имеет потенциал влияния через неопределенность, будет все-таки сначала восприниматься в негативном ключе для евро. То есть для евро достаточно политических рисков. Помимо референдума в Италии у нас еще и выборы в Нидерландах, во Франции и в Германии. Это уже на более растянутую перспективу, но все равно на таком новостном фоне расти европейская валюта вряд ли сможет. Поэтому евро будет оставаться аутсайдером. Ждем с вами следующих интересных сообщений, заявлений со стороны как ФРС, так и Европейского центрального банка. Давайте следить за вероятностью изменения процентных ставок в США, то есть до заседания ФРС. Следить за макроэкономической статистикой и за этим настроением рыночным, которое сейчас присутствует в отношении евро. Я надеюсь, что вы не отказываетесь от короткой позиции по европейскому валютному активу, потому что эта позиция сейчас имеет самый большой потенциал по извлечению от профита. Наша цель, как и ранее, остается тестирование поддержки на уровне 1.05. Чтобы далеко не отходить от макроэкономического фона по США, раз уж мы провели такую параллель и срез евро и доллара, давайте посмотрим на то, что происходит с парой доллара японской иены. Сейчас мы видим то, что пара пытается закрепиться выше сопротивления 111, но видим то, что доллару все труднее набирать дальнейшую высоту. Есть все-таки и понимание того, что тысяча пунктов буквально за несколько недель, это, конечно же, очень много. Есть понимание того, что этот колоссальный профит, который удалось получить многим трейдерам, он нуждается в фиксации, которая может последовать в любой момент. Если это случится, то мы тут же увидим серьезный разворот по данному тандему валютных активов. Вот, кстати, сейчас на рынке присутствует идея того, что если в США завтра день благодарения, то трейдеры попробуют зафиксировать хотя бы часть профита. Эта идея не лишена смысла. Поэтому те, кто держит длинные сделки, я, собственно, в числе этих трейдеров сейчас, конечно же, есть определенные риски, которые могут быть связаны с локальным откатом. Но, как я уже и говорил, и в понедельник, и в авторник, этот откат не будет иметь долгосрочного продолжения, потому что, в целом, фундаментальная картина ни грамма не изменилась. Мы смотрим за ситуацией с американскими трейджерис, понимаем, почему они растут, понимаем, почему американские, собственно, трейдеры, и не только американские трейдеры, все мировое экономическое сообщество, которое специализируется на торговле валютами, знает, что сейчас доллар заряжен на сохранение вот этого бычьего потенциала в плане реализации, потому что доллар готовится к повышению процентных ставок. И уже вряд ли что-то может случиться, чтобы ФРС отказался от идеи ужесточения монетарной политики. В связи с этим рост пары доллар-японская иена, скорее всего, продолжится. И я думаю, что мы сможем вот так наскоком с локальной проторговкой, конечно же, не сразу, но добраться до отметки следующего сопротивления – 115 иен против американца. Сегодня у нас очень насыщенный день на макроэкономические события в США. Первичные заявки на пособие по безработице, как я и говорил, в связи с тем, что завтра день благодарения в США, отчеты несколько поехали по осрокам. Обычно заявки у нас выходят в четверг, но в этот раз будем анализировать их сегодня. То есть в среду заказан товар личного пользования, продажи домов, мичиганский индекс доверия потребителей. И замыкать торговую сессию будет самый важный релиз этой недели – протоколы последнего заседания ФРС в 22.00 по московскому времени. Обычно, классически, такой фундамент создает очень серьезную волатильность на финансовых рынках. Сейчас эта волатильность может быть еще более выраженной, потому что протоколы уже буквально за месяц до следующего заседания ФРС, американского регулятора, смогут придать еще больше, скажем, уверенности тем трейдерам, которые ставят на то, что ФРС будет ужесточать монетарную политику. Напоминаю то, что в ходе последнего заседания двое представителей ФРС ФРС голосовали против повышения процентной ставки. Я не сомневаюсь в том, что завтра, когда мы будем говорить про, собственно, баланс сил в рамках американского регулятора, в рамках ФРС, у нас останется только один, кто голосует против нормализации денежно-кредитной политики. Конечно же, это не аргумент, чтобы продавать доллары, напротив, это позитивный момент для тех, кто покупает американцам, потому что большая уже часть голосующих членов склоняется к тому, что это решение уже жизненно необходимо для американской экономики, чтобы не допустить будущего перегрева. Макроэкономическая картина будет только улучшаться. Последние отчеты по недвижимости, по заявкам на пособие по безработице, вы помните, не просто максимумы за несколько лет, это максимумы за десятилетия. И это нормальные показатели, абсолютно адекватные для текущего состояния американской экономики. Покупаем USD и иену и не задумываемся. Фунт против доллара. Сейчас котировки 1.2402. Видели, как вчера было подвержено тестирование сопротивления 1.25, но там все-таки пара не удержалась, скорректировалась снова на фингуре до отметки 1.24. Но никак фунт не может пробраться выше этой планки. И хорошо, потому что наша с вами цель это все-таки 1.20 или хотя бы 1.21. Мы понимаем то, что фунт не отпускает вот эта идея последствий Брекзита. Каждый раз, когда нам удается проанализировать высказания и, скажем, комментарии со стороны ТСН, которая сейчас, собственно, является премьер-министром Англии, мы понимаем то, что, скажем, вероятность жесткого выхода Англии из состава ЕС, она по-прежнему сохраняется. И на основании этого мы не верим в то, что фунт может уверенно преодолеть план по 1.25, чтобы обозначить для себя более высокие ценовые горизонты. Фунт еще не видал своего дна. И это дно, я думаю, мы сможем увидеть еще даже до конца 2016 года. Из других валютных пар. USDCAD. Вчера мы остановились на том, что как только проанализируем статистику по роничным продажам, решим, как действует попалить дальше. Роничные продажи, отчет, который был опубликован вчера, статистика неважная. 0% прирост против прошлого на 0,2%. Прогноз был выше даже, на целых 0,5%. Ждали мы с вами поддержки для продажи канад со слабой статистики. В целом можно сказать то, что он получил. Сейчас у нас корректируется нефть. Еще один аргумент. Сейчас у руля США стоит Трамп, который по-прежнему является, скажем, деятелем, который не до конца реформировал вот эти новаторские порывы в плане реформ в торговом секторе. Для Канады, как я уже отмечал, это чуть ли не самый большой системный риск сейчас. То есть все против канадца сейчас на финансовых рынках складывается. Наша с вами цель, если посмотреть на текущий уровень по пай, 1.3434. Локальный хай у нас был 1.3586. Это еще на прошлой неделе. То есть можно попытаться снова отбить у рынка через восходящее движение рост доллара и ослабление канадца не меньше двух фигур. Поэтому давайте без всяких отложенных ордеров уже начинать покупать валютную пару с текущих значений. А в качестве тейк-профита, даже не знаю, как его назвать, как осрочный, если не сочный, либо долгосрочный, поскольку пара движется весьма активно и находится на многомесячных краях, в принципе. Просто скажем, что нашим целевым значением-ориентиром является уровень 1.36 и попробуем до него надобраться. По евросвисе, как и ожидали, идем вверх постепенно. Котировки сейчас 1.0742 были даже еще выше, но это все равно низкие значения, потому что нам нужно, чтобы мы оказались как минимум выше отметки 1.08, чтобы увидеть хоть такую-то стоящую прибыль. То, что пара будет двигаться в этом направлении, без сомнений. Слабость евро и возможные этапы и действия по смыщению экономической политики со стороны Национального банка Швейцарии подтверждение, собственно, подобному посылу. Австралийца 0.7432 в целом практически на том же самом уровне, на котором мы видели пару в ходе нашего с вами считающего грифинга. Новозеландцы против доллара 0.7068. Также, в принципе, без изменений цели остаются прежними. Новозеландцы ждем ниже отметки 0.70, по австралийцу уже замахнулись на цель 0.72. Кодовое слово на сегодня. Протокол увеличенного бонуса, который действует на пополнение 12%. Он актуален до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Из важных событий сегодня очень много статистики США, достаточно открыть экономические календарии, вы поймете то, что они идут буквально один за одним. Заказы товарообразного пользования, заявки, продажи домов, мючиганский индекс, и в 22.00 замыкать вот эти фундаменты США будут протоколы. С 16.30 ждем серьезной волатильности на финансовых рынках, потому что каждый последующий макроэкономический релиз будет влиять на вероятность повышения процентной ставки, и, соответственно, влиять на доллар. А уже от поведения доллара будут писать все прочие валютные инструменты и не только. На этом, собственно, все. Огромное всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, комментарии, пожелания, как и всегда, вы можете оставлять их на нашем канале на YouTube. Осталось пожелать вам только хорошей, прибыльной торговой сессии. Не забывайте то, что сегодня волатильность обещает быть гораздо выше, чем в прошлые дни, учитывая такой содержательный новостной фон. Поэтому, пожалуйста, контролируйте риски. Всего доброго. До свидания.